Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В этом сегодня очередной раз убедили сточинские студенты. Ребята вышли на субботник с одной целью – очистить площадь у центрального универмага от жевательной резинки, которую прохожие бросают прямо на плитку. На каждом шагу урны, то есть это абсолютно несложно подойти и выкинуть в урну, как жвачки, так и обычный мусор. Жвачки весьма с трудом отдираются. Никогда даже не задумывался, что их так много и то, что люди их так прям бросают на землю. Я вообще сам никогда не жевал, просто не нравится. Конечно, жалко, потому что все так, в общем-то, красиво, да? Плитка красивая. Ну, если каждый бы подумал о том, что это, какие последствия после этих жвачек, то, конечно, было бы хорошо. Я думаю, наверное, это очень действенный способ, потому что они, наверное, теперь не будут поливать после того, как их собирают. Помощь волонтеров необходима даже в самом центре Сочи, ведь в наиболее проходимых местах жвачку бросают в таком количестве, что в целом портится впечатление от благоустройства курорта. Я думаю, что ни одного города нет сегодня в России, где весь город усилим плиткой. И каких стоит сил и усилий ее отмывать и именно зачищать от жвачки в нашем городе, это, конечно же, колоссальные усилия. Никакая подрядная организация здесь не справится. Поэтому регулярно силами студентов, воспитанников спортивных школ, сотрудников образовательной, социальной отрасли мы выходим и очищаем эту жвачку. И также призываем всех гостей, жителей города. У нас достаточное количество урн, мусорных баков, куда вы можете спокойно положить уже выработанную, можно сказать, жвачку, а не бросать ее просто на пол. Жвачка на плитке – проблема не только центра Сочи. Черные пятна можно увидеть по всему городу. И очистить такие пятна на репутации родного курорта призывают всех неравнодушных жителей. Еще одна проблема – огромное количество окурков на улицах. Сочи – город свободный от курения. Тем же, кто безразличен не только к курорту, но и к собственному здоровью, напоминают – не надо украшать окурками городскую среду.